У Тодда Маллиса была жена Эмми, и у них было трое детей. Семья жила в Эрвилле, штат Айова. Он работал фермером, и она ему в этом помогала. 10 ноября 2018 года его жена умерла, но её гибель отличалась от обычных причин. Тодд назвал её смерть несчастным случаем, но власти не были в этом уверены. В итоге, Тодду предъявили обвинение в убийстве Эмми. Но что же произошло в тот злополучный день? Тодд работал со своим сыном Тристоном на ферме. Около 9.30 утра они направились в один из больших дворов, чтобы подготовиться к процессу принятия родов у свиней. Эмми также присоединилась к ним. Через некоторое время Тристин заметил, что с его матерью что-то не так. Он вспоминает, что она сказала, что у неё кружится голова. Когда она садилась на ведро, ей приходилось удерживать себя, чтобы не упасть с него. Она немного спустилась, и ноги у неё очень сильно затряслись. Поскольку несколькими днями ранее она перенесла медицинскую процедуру, тот посоветовал ей пойти в дом и прилечь, чтобы стало немного лучше. Он также попросил её взять из сарая переноску для животных, так как она ему сейчас была не нужна, и она лишь занимала место. Тристон вспомнил, что после ухода Эмми они работали ещё где-то полтора часа. Затем тот пошёл за переноской для животных. Однако её не оказалось там, где он просил жену её оставить. Тогда он послал Тристона в сарай проверить, что случилось и где эта переноска. 13-летний подросток был совершенно потрясён тем, что увидел. Его мать лежала лицом вниз на полу сарая, а из её спины торчали виллы. Тот поспешил отвезти жену в больницу и достал четырёхзубый сельскохозяйственный инструмент, хотя вы, наверное, знаете, что лучше, конечно, не вытаскивать предметы, которые проткнули тело, чтобы не было сильной потери крови. По пути он позвонил в службу 911 и сообщил о случившемся. Диспетчер попросил его остановиться на дороге и подождать скорую помощь. Скорая приехала очень быстро, к месту, где он остановился. Затем машина скорой помощи доставила Эмми в региональный медицинский центр в Манчестере, но, к сожалению, врачи не смогли ей помочь. Муж сказал полицейским, что это был несчастный случай и что он ничего не знал о том, как всё произошло. Мари Хьюз, прокурор штата Айова, сказала, что тот надеялся, что люди пожалеют его и не будут больше задавать ему вопросов. Но было сделано заключение, что смерть Эмми была убийством и что ей нанесли колото-резаные ранения этим самым инструментом. В ходе расследования выяснилось, что у Тодда и Эмми был проблемный брак и она изменила ему в 2013 году. Опишите ваши с Эмми отношения. Ну, как бы вы хотели описать ваши последние пять лет? Может быть, как бы вы описали ваш брак с ней? Мы отлично общаемся с ней. У нас всё хорошо, мы находимся рядом всё время. Ты знаешь, мы... Мы... Ну, в общем-то, у нас всё хорошо. У нас реально всё очень хорошо. Он утверждал, что не обращался к этой теме уже давно и всё простил и забыл. Однако в мае 2018 года Эмми начала внебрачную связь с менеджером фермы Джерри Фрейшером. Счёт за телефонные переговоры показал, что между ними было отправлено более ста сообщений, что показалось Тодду немного странным. Брат Эмми рассказал, что она планировала развестись с Тоддом, но думала, что он не примет это предложение. На суде Джерри также заявила, что Эмми не была счастлива с своим мужем. Она говорила, что чувствует себя рабыней или заложницей в этих отношениях. Она говорила, что хочет уйти. Уйти от Тодда. Однажды она сказала, что если он когда-нибудь узнает о её измене, она исчезнет. Но что это могло означать, никто, к сожалению, не знал. Джерри заявил, что однажды Тодд подошёл к нему и спросил, о чём были разговоры с его женой. Управляющий фермы ответил, что это было связано лишь с работой. В своих показаниях Джерри также сказал, что через два дня он перезвонил им обоим и извинился. Он попросил нас прекратить переписываться и общаться, что они, собственно, и сделали. Кроме того, согласно заявлению полиции, Тодд искал на своём айпад информацию по таким запросам, как «Органы в теле», «Убийство неверных женщин», «Что происходит с изменниками в истории» и «Что происходило с супругами-изменниками в исторических племенах ацтеков». Примечательно также, что Тодд мог многое потерять, если бы пара развелась. Эмми получила бы 2 миллиона долларов из фермерского хозяйства и половину земельных владений супругов. Прокуроры заявили, что таковы были его мотивы. Быть фермером значило для него всё. Он вложил в ферму всю свою жизнь. Подсудимый должен был найти способ сохранить свою ферму. Звонок в службу 911, который Тодд сделал, когда вёз свою жену в больницу, также сыграл ключевую роль в судебном процессе. Обвинение воспроизвело аудиозапись, на которой было похоже, что он что-то шепчет. Но следует иметь в виду, что качество записи было не самым лучшим. На этой записи были слышны такие слова. Тодд был признан виновным в убийстве первой степени и приговорён к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Он также должен выплатить штраф в размере 150 тысяч долларов. Он сказал окружному судье Тому Субитеру. «Предполагается, что это Америка, где у вас есть честный шанс доказать свою невиновность. Я думал, что невиновен, пока не доказана моя вина. Я чувствую, что здесь всё наоборот». Адвокат фермера, Аарон Хамрак, подло ходатайство о новом судебном разбирательстве. Он заявил, что прокурор штата Айова допустил неправомерные действия при допросе Тодда о звонке в 911. Аарон также утверждал, что конституционные права его клиента были грубо нарушены, поскольку предыдущая команда адвокатов Тодда не сообщила ему, что он может отказаться от дачи показаний. После всего этого были поданы ходатайства о изменении меры пресечения и дополнительном разбирательстве. Но суд и присяжные окончательно были убеждены в виновности Тодда Маллиса, который был готов пойти на многое, чтобы избавиться от неверной жены и не потерять своё детище, свою ферму. А вам я хочу сказать спасибо, что досмотрели данный ролик до конца. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, написать своё мнение в комментариях под этим роликом. Не забудьте подписаться на наш общий телеграм-канал и мой личный телеграм, который будет в закреплённом комментарии. Ну и до встречи в следующем ролике.